Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Накопились у меня посылки с Алиэкспресс и сегодня их посмотрим. В первом большой коробке это когтеточка для кошки. Цена у продавца 1000 рублей, но на главной картинке продавец указал промокод на скидку в 300 рублей, так что мне она обошлась в 700 рублей. Я в Аби покупала за 500 рублей просто палку, обмотанную бечевкой. А здесь и сидушки есть, еще и игрушкам помпон. Кстати, кошка ей с удовольствием играет. Собирается она очень просто, накручиваю центральную часть на нижний верхний квадрат и все, вот такая вот полочка-подставка когтеточка у меня готова. А тем, кто совершает постоянно, да ну в принципе не постоянно, покупки через интернет-магазин, рекомендую установить кэшбэк-сервис SmartySell. С помощью этого приложения вы будете экономить на покупках в любимых интернет-магазинах. У SmartySell очень большой выбор интернет-магазинов, в которых мы совершаем покупки. А со SmartySell еще и будете экономить. То есть, приложение возвращает процент от покупок. Средства суммируются и накапливаются в личном кабинете. Выводить можно на электронный кошелек, телефон или карту. Я уверена, многие слышали, знают о кэшбэк-сервисах, но пользуются единицей. А зря. На самом деле вы не заметите, как накапливаете 500-700 рублей, а то и больше. В зависимости от того, как часто вы совершаете покупки и на какую сумму. И после того, как вы выведете накопленные деньги и поймете, что это действительно работает, что это реальные деньги, вы очень пожалеете, что раньше не пользовались кэшбэк-сервисом SmartySell. В SmartySell постоянно добавляют новые интернет-магазины. Есть как товары повседневного использования, не знаю, там продукты питания, одежда, обувь, лекарства, да все что угодно. Так и специализированные товары. Конечно же, чем выше сумма вашей покупки, тем больше и кэшбэк вернется. Это очень правильная ориентация на экономию своих собственных денежек. Ну и конечно же, все мы знаем, что скоро грядет глобальная распродажа. Причем она будет не только на Алиэкспресс. Скидки будут практически во всех магазинах и практически на все товары. Скидки будут от 20 до 70%. И самое интересное то, что скидки в магазине и кэшбэк-сервис от SmartySell суммируются. То есть ту скидку, которую вы будете видеть на сайте, она не окончательная. Можно сэкономить дополнительно до 5% используя кэшбэк-сервис SmartySell. Ссылку на кэшбэк-сервис SmartySell я оставлю для вас в описании под видео. Обязательно устанавливайте приложение, готовьтесь к распродаже. И если что-то заинтересует сегодня из товаров, которые я вам покажу, то заказывайте их уже через приложение SmartySell и получайте первые свои кэшбэки. И как говорил мой преподаватель по экономике, ну будьте уже наконец финансово грамотными. Ну а я продолжаю дальше смотреть свои распаковочки. И следующий пакет здесь втирочка. Она такая достаточно крупная. Мне поначалу показалось, что она не даст такую вот зеркальную поверхность. Я подумала, что будут такие вот крупненькие видны, но нет. На самом деле красивая зеркальная поверхность с золотым отливом. Я пробую и на темном фоне, и на светлом. Она не меняет цвет основы. Просто придает такое легкое золотое сияние. То есть, если вы, например, нанесете эту втирку на красный или синий цвет, красный и синий цвет будут видны. Просто к этим оттенкам добавится еще вот такой вот золотой перелив. Не могу сказать, что супер вау, я прям в восторге от этой втирки. Ну, втирка и втирка. Следующий пакет здесь вот такие наборчики. Я, конечно, расстроена, что в пакете, в баночке намного удобнее. Здесь блестки мелкие, средние и шестигранники крупные. Я, если честно, разочарована, потому что я такое не заказывала. Смотрите, как это выглядит на картинке продавца. То есть, это не то, что хамелеон. Это самый настоящий хамелеонистый хамелеон. Он переливается всякими цветами радуги. И когда я увидела эти пакеты, я просто не поняла, что это вообще мне пришло. Но на самом деле, когда я начала эти пакетики крутить, смотрите, есть эффект хамелеона. То есть, из основного цвета под разным углом переливается в золотой. Что один оттенок, что второй, все оттенки переливаются в золотой. То есть, не совсем все потеряно. Надеюсь, что-нибудь придумаю с этими блестяшками. Позиционируется, что кошка должна их грызть, должна немножко очищать свои зубки от налета. Это действительно так. Но не скажу, что прямая кошка увлечена этим занятием. Она буквально 10-15 минут занимается этой палочкой, грызет активно ее, подбрасывает, играет. Хватает, ну как говорила, на 10-15 минут и все. Далее интерес пропадает, палка просто лежит. То есть, видать, выветривается вот этот вот запах мяты и палочка становится кошке неинтересна. Далее я взяла вот такой вот пинцет. Это пинцет для заужения смоделированных ногтей. Если честно, выпал с головы, как он называется. Зажим. Вот, зажим. Это зажим для того, чтобы заужать ноготочки. Сегодня буду использовать его в работе. Ну, держится хорошо, зажимает плотно, но можно вот так вот еще пальцами понажимать, чтобы заузить еще больше. Следующий пакет здесь блестяшки. Два оттенка. Вот такие вот красивущие. Они напоминают хлопья юки. Они такие достаточно летучие. Чихать и томно вздыхать не рекомендую, иначе все разлетится. У меня в двух оттенках. Такие вот посветлее и потемнее заказала. Сейчас так много всяких блестяшек на Алиэкспресс, что просто глаза разбегаются. Первый цвет я наношу на топ без липкого слоя. То есть я нанесла топ, просушила и на топ без липкого слоя втираю вот эти вот блестяшки. На второй типсу я эти блестяшки наношу на липкий слой базы и наносится все достаточно плотненько, укрывисто. И вот можно посмотреть в сравнении. В принципе, что тот вариант, что тот вариант хороши. Оба блестят. Просто на одном поменьше этих блесточек нанесено, а на втором прям так усеяно. Дальше смотрим здесь вот такой вот набор. Я его уже показывала в предыдущем видео. Я делала себе дизайн с этими штучками. Мне очень понравились вот эти вот частички. Они как битое зеркало. Очень круто смотрятся в дизайнах. И также есть битое стекло. Это обычное битое стекло, просто уже порезано на мелкие кусочки. Достаточно плотные частички. Их лучше всего укладывать в укрепление. То есть, выложили этими частичками декор и сверху делаете укрепление гелем или базой. Тогда они будут держаться хорошо. Далее заказала вот такие вот слайдер-дизайны. В пакете пришло всего три слайдера. И иногда даже просто не верится, что вот такие элементарные дизайны пришли с Китая сюда, в Россию. Какая же себестоимость тогда одного этого слайдера? Возникает вопрос. Красивые дизайны. Есть мрамор, френчик и вот такие вот черные разводы. Знаете, как по типу водичку капают лаком, собирают в такой вот непонятный дизайн и прикладывают к ногти. Вот по типу того и слайдеры. Еще одна посылка, это последняя здесь фреза. Это керамическая фреза с тупым носиком. Я без этой фрезы не представляю свою работу. Именно работу с верхними формами. Она хорошо убирает материал у кутикулы, который вылез из-под формы. При этом тупой носик не травмирует кожу, на которой уже выполнен маникюр. Вот это красное колечко нужно снять, иначе в сухожаре оно расплавится. А вот так вот фрезу можно дезинфицировать, стерилизовать, ничего с ней не произойдет. Ссылки на все товары будут в описании под видео. Точно так же, как и ссылочка на SmartySale. Обязательно устанавливайте приложение и только потом уже совершайте покупки. Ну а я перехожу к работе. Мне надоели квадраты. Хочу сегодня сделать миндаль. Для этого я убрала длину на своих ногтях и буду наращивать с помощью верхних форм. Кстати, ссылку на эти верхние формы я тоже оставлю в описании. Эти формы мне очень нравятся. Я ранее в видео показывала арочные верхние формы, но их я использую не так часто. Мне больше нравятся вот эти вот формы. С помощью их можно делать ногти типа натуральные. Не арочные, а как обычные натуральные. Полигель у меня от Born Pretty также с Алиэкспресс. В оттенке номер 01. Это мой любимый оттенок. Он такой молочный с легким-легким розовым оттенком. Получается очень красивое самостоятельное покрытие, даже выполненное просто этим полигелем. Ссылочку также оставлю в описании. Выдавливаю полигель в форму, прикладываю к ногтю, прижимаю, кисточкой выглаживаю снизу. Отправляю в лампу, сушу 10 секунд. Далее ставлю зажим, держу ноготочек и отправляю в лампу для полного просыхания. Вот так вот выглядят мои ногти. Я ноготь на указателям пальца старалась на камеру делала. Он получился более-менее опрятным. Все остальные я уже делала без камеры. И без камеры сразу включается вот это вот как-нибудь, лишь бы быстрее. И это выливается вот в такой непотребный внешний вид. Но ничего, пилочкой все уберем. Придаю форму свободному краю. Фрезу я прохожу у кутикулы и по бокам убираю вылезший полигель из-под формы. И этой же фрезой я выпиливаю с внутренней стороны лишнюю часть, сделаю торец тоненьким и красивым. Фреза отлично работает. Я безумно довольна этой фрезой. Однозначно рекомендую. Далее мне понадобятся мои новые блесточки. Наношу тоненьким слоем базу. И на непросушенную базу прикладываю вот эти блестки. Они будут видны у меня полоской. Я уже ориентировочно знаю, где будет моя полосочка. Поэтому в этом месте и прикладываю блестки среднего и мелкого размера. Крупные не прикладываю. Мне кажется, они здесь не нужны будут. Аналогичную полоску с блесток делаю на ногте безымянного пальца. Там она будет у меня по центру. Также мне часто пишут в комментариях, что я позорюсь на листике, выкладываю декор. Зато смотрите, как удобно теперь это все дело возвращать назад в пакетик. Согнула листик и просто пересыпаю. Точно так же удобно возвращать в баночку. Если бы это была палитра, я бы... Тоже можно, конечно, вернуть, но я бы намучилась. Вот эти два оттенка очень популярны у меня осенью. Это прям к гадалке не ходи. Будут востребованы у вас эти два оттенка. Мои клиенты осенью прям без ума от них. Более темный оттенок у меня будет основным цветом. Наношу его на ногти, где не будет дизайна. И на ногти безымянного пальца этим же оттенком закрашиваю с одной стороны ноготь. А светлее оттенок наношу на вторую часть. И далее мне нужен оттенок посветлее. Этим оттенком закрашиваю вторую половинку ногтя от блесточек. И на ногти среднего пальца тоже закрашиваю часть ногтя этим оттенком. Гель паутинка нужна. Гель паутинкой я отделяю цвет от блесток. И теперь я добавлю в дизайн листья. Конечно, можно и так оставить, уже красивенько смотрится. Но я хочу сделать такую сложную осеннюю композицию. Знаю, многие любят такие дизайны. Поэтому сейчас, когда болею ковидом и нет у меня клиентов, я делаю и простые дизайны, и такие вот довольно-таки сложные композиционные. У меня большая аудитория, знаю, нравятся и такие, и такие. Поэтому хочу угодить всем. Белым гель лаком рисую листья. Далее понадобятся неоны. Этими неонами я просто закрашиваю листочки. Наношу то зеленый, то желтый. В общем, каждый листик закрашиваю несколькими цветами, чтобы он смотрелся красиво, ярко и по-осеннему. Черный гель паутинкой я прорисовываю листики. Можно это делать и гель краской, но мне больше нравится гель паутинкой. Прорисовываю каждый листик по контуру и делаю несколько прожилок. Осталось перекрыть все ногти топом. Ну и, собственно, любуемся результатом. Если честно, мне очень нравится этот дизайн. Я вспоминаю времена, когда я не принимала клиентов, но YouTube канал уже вела и практически каждый день делала покрытие на себе. Показывала его вам. Так вот, часто были случаи, когда мне так жалко было убирать дизайн. Он мне так нравился, но видео нужно было делать, и поэтому я дизайны снимала и делала новые. Вот такое чувство у меня сейчас. Я бы с удовольствием походила с таким маникюрчиком. Кто переживает насчет моих ногтей, не переживайте. Ничего с ними не происходит. Я до своих натуральных ногтей даже не допиливаюсь. У меня остается там средний слой материала, даже не тонкий, а средний слой материала, который мои ногти защищает. Фрезой я до них никоим образом, фрезой или пилочкой я до них просто не дотрагиваюсь. Но спасибо за ваше переживание. Надеюсь, вам было это видео интересно, полезно. Если это так, жду от вас лайк. Если понравился дизайн, оставляйте листики в комментарии. Мне будет очень приятно смотреть на осенний листопад от вас. Ну а на сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня. Кстати, если повторите такой дизайн, добавляйте его в инстаграм под моим хэштегом. Очень интересно посмотреть на ваши варианты. Субтитры сделал DimaTorzok